МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Апошняя новинок Гомельщины у материалах корреспондента у телерадо и компании Гомель. У студии Наталья Игнатенко, витаю вас. Учера пройшли выборы президента Республики Беларусь. Сгодно с попередними дадинами Центральной выборчай комиссии, у делу их проняли 87,2%, а донесенных у список для голосования. У Гомельской области проголосовали 90,4% выборщиков. Гэта такий ж выник, як у Брэзской области и Крыхуменьшем на Витебщине и Могилёвщине. По оперативных дадинах у целым по краине найбольшая колькась голосов – 83,49%. У Александра Лукашенки. За Татьяну Караткевич проголосовали 4,42% выборщиков. За Сергея Гайдукевича – 3,32%. За Миколая Улаховича – 1,67%. По информации Гомельской областной комиссии, по проведении выборов президента Республики Беларусь, подчас голосования скаргов у комиссию не поступало. Ябчакается сёння по выниках выборов президента краины, у Гомеля пройдет брифинг з уделом международных назиральников. И зараз об тем, как проходили выборы президента Республики Беларусь на Гомельщине. Сгодно с оперативной информацией областной комиссии, у делу голосований приняли больше, как 995 тысяч человек, з унесенных у спис выборщиков – 1,101 тысячи. Олег Сенсеров наведал некольких участков. Для проведения выборов у кероника державы на Гомельщине подрактовано 1,070 участков. Ход выборов контролируется мать 7 тысяч внутренних и внешних назиральников. И такая личба. Сгодно с даденами Гомельской областной комиссии по выборах президента Республики Беларусь, 37,89% выборщиков уже зарабили свой выбор подчас до терминового голосования. За некольких хвилин до открытия участков все члены выборчей комиссии разом с аккредитованными назиральниками подыходить до орнов для голосования. Их опечатывание обаястовый процесс, причем селита у першиню на Гомельщине выкорастовуется каля 660 празрыстых скриньев. Это больше зручно для контролю за ходом выборчей кампании. Студентка Гомельского державного медицинского университета Катерина Дяркач у делу выборы кероника державы. Прямая у першиню, спадяется, что ее голос лишним не окажется. За незалежную Украину. Я считаю, что это сейчас в нашем мире очень важно. Смотря на всю эту ситуацию в Украине, в России, я считаю, что Беларусь как была важной страной на политической карте мира, так и останется ей. Сярод Тых, кто 11-го Костричника первым пришел на участок, и 87-годовая Полина Кулинич, скажет, что у делу в выборах прямая завсёды, и зараз проголосовала за кандидата, яке, яке наличить, забеспечить мир и стабильность. На выборы прихожу всегда, свой голос отдаю. За нашу республику, за жизнь мирную в нашей Беларуси. Сочиня Гомельского облаканкама Владимир Дворник голосует на 26-м участку. После того, как выбор сделан, он состракается с молодыми людьми, яке пришли на выборчую участку в Першиню, уменьшование от имя областного виконавчика комитета с пожаданием працевать на корысть Беларуси, и сувениры на память пашпорты Гомельской области. Я, как и любой гражданин Республики Беларусь, согласно Конституции, и считаю своим долгом обязан пройти сегодня на выборы и отдать свой голос за будущее нашей Республики. Поэтому я с удовольствием сегодня пришел на этот избирательный участок. Разум со старшиней облаканкама на участок приходит и первый вице-премьер Владимир Семашко. Кажет, что проголосовал Угинску до терминова, а на Гомельщине находится с рабочим визитом, знакомится с годом бытовниства и реконструкции буйных промысловых объектов. Сегодня экономика краины сутыкнулась с пыльными проблемами, а лево ураде перекананных – это часовые тяжкости. Во вселеком разе у промыслового комплекса Беларуси неадридные перспективы. Кто-то будет активным, кто будет создавать новые мощности, новое производство, осваивать новые продукты, работать над снижением себестоимости, конкурентоспособности. И тот после кризиса будет, так сказать, еще лучше себя чувствовать. Поэтому я думаю, что кризис и рано или поздно заканчивается. Я так прогнозирую, что в мире такой прогноз есть, что где-нибудь в 2,5-е 16-го года, ну в 17-е год наверняка, кризис должен закончиться. И тогда, я думаю, будет определенный бум активности в экономике. И в Омельской области, как никакая другая, это почувствовать на себе. Олег Сентюров, Евген Макеенко, телерадокомпания «Гомель». У Гомеля основный день выборов працывали 217 выборчих участков. У список выборщиков свыше 300 тысяч гомельчан. Сгодно с оперативными дадинами проголосовали больше 337 тысяч, або 83,77% выборщиков. Отдать свой голос люди приходили семьями. На участках был разгорнутый гандль, проходили выступления творчих коллективов. Одным из первых у Гомеля проголосовал старшиня Гарвы Конкама Петр Кириченко. Выборчий участок номер 10 центрального района размещанный у 24-й школы. Кировник города отдает свою голос за стабильность, мир и незалежность. Выбор мой. Выбор за стабильность, за мир, за процветание, за построение сильной, независимой Беларуси. То есть за тот курс, который мы проводим последние все годы. На участку, размещанном у 27-й школы, якая носить гоноровый статус «Школа мира», выборщиков веншуют активисты областного отделения фонда «Миру». Молодые гомельчане, які в першиню прымают цю делу в выборах, отрымливают сувениры и значки миротворцев. Я думаю, что они будут делать все именно, чтобы прежде всего в нашей стране был мир, дружба, взаимопонимание и согласие между народами. Это очень важно. И вот от того, как мы их сегодня настроим на миротворчество, на дружбу, будет зависеть будущее. Я думаю, что каждый из нас, кто сегодня пришел голосовать впервые, прежде всего чувствует ответственность, потому что именно от нашего выбора зависит то, как мы будем жить дальше и как будет развиваться наше государство. Дарыши на выборчем участку, размещенном в «Школе мира», свой выбор зарабила и народная артистка Республики Беларусь Галина Паулянок. И она означала, что зауседы принимает активный отдел у выборах. Если я в Гомеле, то я обязательно иду голосовать и за депутатов местных, но тем более за кандидатуру президента Республики Беларусь. Я считаю, что люди, которые проголосовали и идут на выборы, это люди очень ответственные. Они отдают свой голос и неравнодушны к судьбе своей страны. А про чай непосредных голосований на всех участках для выборчиков подрактовали разностайные программы. Консультация специалистов банковской сферы, медиков и нотариусов, майстер-классы для детей по малевании, подписка на периодичное выдание, плюс активный гандль промысловыми и харчовыми товарами. При этом у адрозни не отзвычайных дён на оценка на продукцию снижена не один на 20%. 30% на продукцию собственного производства и 5% на промышленном. Ассортимент очень большой, особенно в консервской и кулинарной изделии. Особное место у святочной программы – концертным номерам. На сцене як профессийные коллективы и выканавцы, так и те, аж представники прационных коллективов. Тут так само выступления на любых уст – от эстрадных композиций, сучасных хитов до джаза и классики. Президентские выборы у Гомельской области проходят у строгой отповедности с законодавством и за маль святочным настроем. Такую оценку ходу выборов дали международные назиральники, которые работают в нашем регионе. Выборчий процесс контролюет 42 представники адмиссии АБСЕ и 53 назиральники АДСНД. Многие назиральники мают заплячимо великий опыт. Для Игоря Коплунова проведение выборов работа. И он займает посаду старшине выборчей комиссии Бранской в области России. Так что ход выбора у Беларуси он оценивает с профессийной кропки гляджиня. Хотел бы обратить ваше внимание на высокий уровень подготовки избирательных участков. Оборудование все находится в наличии. Высокий профессионализм членов участковых избирательных комиссий. Вне помещения голосование тоже проходит без какого-либо давления. Как и на избирательных участках никто ничего не оказывает. Нет никаких нарушений. Нет прямой агитации. Что, конечно, запрещается, вы знаете, в соответствии с законодательством. Высокий узровень организации выборчего процесса, доброзачливости, святочная атмосфера. Кроме этого, на зеральнике отзначаются высокую явку. Активность беларусов свечить об отказности и необуяковости до будущего краины. Везде довольные и счастливые лица. Мы не встречали сегодня ни среди наблюдателей, ни среди избирателей тех людей, которые бы сегодня нам подавали жалобы. Люди приходят с приподнятым настроением, довольные. Никаких либо других замечаний мы сегодня не видим. Мы считаем, что выборы на хорошем, высоком уровне проходят. У основный день голосования международным назиральникам треба наведать не один участок. Погутарить с представниками выборчих комиссий, назиральниками и выборщиками. Усё гэта допоможа скласти повную картину того, як проходят президентские выборы. До 14 часов я посетил 10 участков. По моему личному наблюдению, всё проходит в правильном режиме, в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Мы собираем информацию и через каждые два часа сообщаем в штаб-квартиру СНГ, где она обрабатывается. И после этого будут подведены, после окончания завершения выборов, будет подведена оценка миссии наблюдателей СНГ. Максим Савин, Дмитрий Радянко, телерадио «Компания Гомель». И на гэтым пакулюсь всё. Новая информация у программе «Навин региона» у 15.15 на телеканале «Беларусь-1». Дякую за увагу и до встречи у эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова